Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу продолжить чтение рассказа Антона Павловича Чехова в бане. Послушайте вторую часть. Удивляюсь я, как это ваша дочь при всей своей красоте и невинном поведении не вышла до сих пор замуж, сказал Никодим Егорыч Потыкин, залезая на верхнюю полку. Никодим Егорыч был гол, ну, как и всякий голый человек, но на его лысой голове была фуражка. Боясь прилива к голове и апокалипсического удара, он всегда парился в фуражке. Его собеседник Макар Тарасыч Пешкин, маленький старичок с тоненькими синими ножками, в ответ на его вопрос пожал плечами и сказал, а потому она не вышла, что характером меня Бог обидел. Смирен я и кроток очень, Никодим Егорыч. А нынче кротостью-то ничего не возьмешь. Жених нынче лютый, с ним и обходиться нужно сообразно. То есть, как это лютый, с какой это вы точки. Балованный жених. С ними как надо, строгость нужна. Никодим Егорыч стесняться с ним не следует. К мировому, да по мордасам, за городовым послать. Вот как надо. Негодный народ, пустяковый народ. Приятели легли рядом на верхней полке и заработали вениками. Пустяковый, продолжал Макар Тарасыч. Натерпелся я от их каналиев. Будь я характером, посолиднее. Моя Даша давно бы уже была замужем и деток рожала. Да-а-а. Старых девок теперь в женском поле, сударь мой, ежели по чистой совести, так половина на половину, 50 процентов. И заметьте, Никодим Егорыч, каждая из этих самых девок в молодых годах жениха-то имела. А почему спрашивать не вышла? По какой причине-то? А потому что удержать его жениха-то родители не смогли. Дали ему отвертеться. Это верно. Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий любит. Он все это на шаромышку досугадай. Задаром он тебе шагу не ступит. Ты ему удовольствие. А он с тебя и же деньги требует. Ну и женится-то тоже не без мыслей. Женюсь, мол, так деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло. Ешь, лопай, бери мои деньги. Только женись на моем дите. Сделай такую милость. Но бывает, что и с деньгами ты наплачешься, Натерпишься, горе Гореванского. Иной сватается. Сватается, когда идет до самой точки, до венца-то. И назад оглобли, и к другой идет свататься. Женихом хорошо быть. Одно удовольствие его и накормят, и напоят, и денег взаимы дадут. Чем не жизнь? Ну и строит из себя жениха до старости лет. Погут смерть, и жениться ему не нужно. И ушлышина во всю голову. И седой весь, и колени не гнутся. А он все жених. А то бывают, которые не женятся по глупости. Глупый человек сам не знает, что ему надо. Но и перебирает, то ему нехорошо, другое неладно. Ходит, ходит, сватается, сватается. А потом вдруг ни с того ни с сего. Не могу, говорит, и не желаю. Да вот хоть я, к примеру, господин Котовасова, первого Дашину жениха. Учитель гимназии титулярный, тоже советник. Науки все выучил. По-французски, по-немецки, математик. А на поверку вышел болван, глупый человек. И больше ничего. Вы спите, Никодим Егорыч? Нет. Нет. Зачем же? Это я закрыл глаза от удовольствия. Ну вот, начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даша тогда и двадцати. Годочков еще не было. Такая была девица. Просто всем на удивление финик. Полнота формалистика в теле и прочее. Статский советник Цицеронов Горовянский по духовному ведомству служит. На коленях ползал, чтобы к нему в губернантке пошла. Я не захотела. Начал котоваз ходить к нам. Ходит каждый день. И до полночи сидит все с ней по разной науке там и физике. Книжки ей носит, музыку ее слушает. Все больше на книжки напирает. Да, что моя сама ученая, книги-то ей вовсе не нужны. Баловство одно только. А он? Прочти то, другое прочти. Надоел до смерти. Полюбил ее, я вижу. И она? Заметно. Ну, ничего. Не нравится, говорит он мне. За то, что он, папаша, не военный. Не военный. А все-таки ничего. Чин есть благородный, сытый, трезвый. Чего ж тут еще? Посватался, благословили. Про преданное не спросил даже. Молчок. Словно он не человек, а дух бесплатный. И без преданного, может, назначили. И день, когда венчать. И что же вы думаете? За три дня до свадьбы. Приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов. Глаза красные. Личность бледная. Словно с перепугу. Весь дрожит. Что угодно. Извините, говорит Макар Тарасович. Но я жениться на Дарье Макаровне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на ее цветущую молодость и наивность думал. В ней найти почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную. А она уже успела приобрести склонности, говорит. Она наклонно, говорит, к мишурье. Не знает труда. С молоком матери всосала. И не помню, что она еще всосала. Говорит, а сам плачет. А я? Я, сударь мой, побронился столько. Отпустил его. И к мировому не сходил. И начальство его не сжаловался. По городу не срамил. Пойди я к мировому. Так небось испугался бы. Срама. Женился бы. Начальство непось не поглядело бы. Что? Она там всосала. Коль смутил девку-то. Так и женись. Ой, купец, вон Кляйкин. Слышали? Даром, что мужик. А поди-ка себе какую штуку-то. Того. У него жених тоже упорствовать стал. В приданом заметил что-то, как будто не то. Так он, Кляйкин-то, завел его в кладовую. За перса вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный. И говорит, побожись, говорит, перед образом, что женишься, то, говорит, убью. Сию минуту, подлецая такая. Сию минуту. Побожился. И женился. Молодчик. Вот видите, а я бы так не способен и драться даже не того. Увидал мою Дашу консисторский чиновник Холл Бразденко. Тоже из духовного ведомства. Увидал и влюбился. Ходил за ней красный, как рак. Бормотал разные слова. Изо рта у него жар. Пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. Глаза его хохлатские ей понравились. В них, говорит, огонь и черная ночь. Ходил, ходил Хохол и посватался. Даша, можно сказать, в восторге и восхищении. Дала ему свое согласие. Я, говорит, папаша, понимаю, это не военный, но все же из духовного ведомства. А это все равно, что интендантство. И поэтому я его очень люблю. Девица Атош, поди, разбирает нынче интендантство. Осмотрел Хохол приданное. Поторговался со мной. И только носом покрутил. На все согласен. Свадьбу бы только поскорее. Но в тот самый день, как обручать, Поглядел на гостей, да как схватит себя за голову. Батюшки, говорит, сколько у них родни. Не согласен, не могу, не желаю. И пошел, и пошел, я уж. И так, и этак. Да ты, говорю, ваш высокородие, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни много. Не соглашаются? Взял шапку, да и был таков. Вот на этом Антон Павлович заканчивает свое произведение. И я с вами хочу сегодня попрощаться. До новых встреч. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...